Арсен, сейчас очень много говорят про Big Data, обсуждают очень много про FindFace и всякие новые сервисы, которые используют ритейлеры. Расскажите поподробнее, как они влияют на маркетинг и как их используют. Вы думаете, почему у меня камера на ноутбуке заклеена? Обратили внимание? Пока еще нет. Нет, у меня заклеена камера, у меня долгое время был заклеен телефон. И это не потому, что паранойя у меня профессиональная. Потому что на самом деле сейчас при определенном уровне знаний и технологий можно подключиться к любому компьютеру, к любому телефону, любого человека и все посмотреть, послушать. Так как я уже более-менее медийное лицо, я уже понимаю, что моя частная жизнь может быть интересна многим людям. Поэтому заклейка камеры это, по сути, элемент гиена, который многие мои коллеги также приобщаются. Но это я так в целом пока разогреваюсь. Более того, мне кажется, скоро будет новый продукт на рынке. Это всякие приколюшечные заклейки на камерах. Потому что просто скотчем черным замазать, он потом оставляет жирный след, надо мне протирать все время спиртом, когда я хочу в скайп выйти. А будут, я уверен, если еще нет, то может даже сам проспонсирую. Знаете, в виде божьей коровки, в виде черепка, но заклеенная камера на телефоне и ноутбуке, это будет то же самое, как пароль для телефона. То есть это базовый элемент защиты. Как работает Big Data? Big Data работает следующим образом. Когда вы заходите на сайт или вообще выходите в интернет куда-то, вы начинаете оставлять цифровые следы. Big Data эти следы аккумулирует на сайте производителя, на сайте социальных сетей, берет данные от того, как вы тратите свои деньги по карточке, берет данные по вашей геолокации, где вы ездите, берет данные от того, даже что вы записываете в голосовом поиске, когда говорите Google. Вот, допустим, вы знали, что все ваши голосовые смски, голосовые запросы сохраняются в Google, и при определенном умении я могу зайти и посмотреть все, что вы наговаривали на телефон удаленно. Все это собирается для того, чтобы потом построить так называемую предиктивную модель. То есть, это работает следующим образом. Если человек совершил поступок А и Б, значит, вероятность совершения поступка С повышается. Условно, там, купил зубную пасту, купил зубную щетку, значит, вероятность того, что он купит зубную нить, повышается до 15%. Это вымышленная цифра, но суть такая. Это гипотезы либо сформируют люди, сами эксперты, Data Scientist, такой модный термин, либо машины, так называемые Machine Learning, те же самые нейросети, о которых вы говорите. Значит, подбирается множество, если это делают машины, подбирается множество гипотез, сотни, тысячи автоматически ищут закономерности и находят их. И впоследствии, значит, они уже в состоянии предугадать, как вы будете себя вести. Вы еще не купили продукт С и даже, может быть, не купили продукт Б, но у вас есть определенная модель поведения, которая совпадает с прогностической. И только на уровне покупки продукта А они уже говорят вам, купите продукт Б по более удобным ценам и уже даже в подарок получите продукт С, к примеру. Так это и работает, значит. В чем проблема? Проблема здесь для потребителей очень большая. С одной стороны, все, кто занимается бигдатой, они прикрываются термином, что мы обеспечиваем релевантную рекламу. Вот вы заходите в Facebook и он говорит, для того, чтобы вам показывали более правильную рекламу, которая вас не раздражает, более вам нужную, вот дайте нам эти данные. Мы имеем право собирать эти данные. Вы не в состоянии отказаться, вы просто не сможете пользоваться Facebook. Но это, конечно, одна сторона. Конечно же, реклама более таргетирована. С одной стороны, это вроде как хорошо для пользователя. Но, с другой стороны, более таргетированная реклама снимает с него, с пользователя, всю свободу выбора. Чем более точное, более правильное предложение делается, тем меньше шансов от него отказаться. И в таком ключе бигдата превращается в мафию, в самую настоящую, как у классика. Нам делают такие предложения, о которых мы не в состоянии отказаться. И не в состоянии отказаться не потому, что они настолько нам нужны, а потому, что они делают это в такой момент, в таким образом, который наиболее нам востребован в данную секунду. Поясню. Человеческое поведение делится на два больших... Человеческое поведение делится на две большие категории. Первое, это когда мы преследуем свои цели, убеждения, потребности, если хотите. И второе, когда мы реагируем на внутреннюю, либо внешнюю среду, на триггеры, так называемые. Вот мы все, потребители, все люди, мы привыкли считать, что наше поведение в большей степени касается первого случая, когда мы целенаправленно идем к своей цели, потребностям, удовлетворяем свои нужды. Но на самом деле нет. На самом деле 95%, а некоторые ученые говорят, и практически все 100% наших решений обусловлены реакцией на окружающий контекст. И это дает нам право говорить, что бигдата и предиктивная аналитика полностью снимают с человека какую-либо свободу выбора. Потому что предоставляет ему такой дизайн среды, такой дизайн триггеров, которые подталкивают его к решению, даже не апеллируя к его сознанию. И здесь становится большой этический вопрос. А насколько это правильно, насколько позволительно это делать? Зайдя на сайт любой компании, сейчас современной, вы думаете, вы видите то, что видят все остальные? Нет. Вы видите только то, что вам показывают. За доли секунды анализируется ваше поведение в интернете, ваши лайки в социальных сетях, ваши траты по карточкам. И предоставляют такую информацию, вероятность которой, что вы воспользуетесь гораздо выше. Тот чайник вам покажут, если вы заходитесь на технику. Я не знаю, тот контент, видео покажут, тот диван вам покажут, который, вероятно, вы приобретете скорее. За вас решают. Выбирайте уже не вы. Этично это? Вопрос открытый. Что касается опыта зарубежных стран. Каков там? Отвечается чем-то? Самое интересное, что относительно бигдаты, пользователи в России чуть более защищены, если можно так сказать. Потому что пользовательские данные, персональные данные в России запрещено продавать на открытом рынке. У нас есть закон, запрещающий это. В Штатах нет. В Штатах дата это продукт повсеместного спроса. И там он гуляет вполне открыто. У нас это пока еще на черном рынке. Перейдем ли мы к открытой торговле датой? Я думаю, что вероятно, да. Сейчас же это немножко сдерживает развитие бигдаты и таргетированных предложений. Но это вопрос времени. Давайте конкретно теперь про Россию. Хотелось бы поговорить про приложение FindFace. Как его конкретно используют маркетологи? Что там? С фотографией Люсом. Вы зашли в магазин, да, вашу фотку на камере, там раз зашли, второй, ее загнали в социальную сеть ВКонтакте. И, соответственно, нашли ваш профиль, почитали про вас побольше информации. Как могут использовать ритейлеры? Понятно. Значит, сейчас весь бизнес в омниканале. Раньше делился на диджитал и оффлайн. В диджитале все просто. Ты заходишь, и тебя система быстро распознает, кто ты есть, как ты себя вел. В оффлайне долгое время было проблематично. Заходишь в магазин, покупаешь, и если ты не воспользовался кредитной карточкой, не воспользовался картой лояльности в магазине, тебя, в принципе, трудно идентифицировать. Кстати, по этой причине, по главной причине, сейчас все ритейлеры, которые раньше не использовали карты лояльности, потому что считались дискаунтерами, и считалось, что их низкие цены и так достаточно обеспечивают лояльность, сейчас запускают карты лояльности, и многие думают для того, чтобы им давали скидки. Нет, конечно же нет. Сейчас любая карта лояльности нужна только для того, чтобы идентифицировать пользователя и сопоставить его поведение с другими данными, из соцсетях, из открытых источников, и сделать предложение более таргетированным. Но есть и более продвинутые пользователи, которые используют технологии распознавания лица. Вы заходите в магазин, вас с камерой фотографируют, ваше лицо находят в соцсетях, анализируют ваше поведение в соцсетях, и опять-таки за других данных, и на выходе дают вам либо в интернете более интересное предложение, вы купили памперсы для ребенка, а вам, оказывается, система узнает, что у вас мальчик и девочка, а вы одинаковые памперсы покупаете, и он говорит, а вот для девочки надо покупать другие памперсы. И вам приходит либо на e-mail эта информация, либо вы ее увидите случайно как бы в социальных сетях, в ленте, и реагируете. Это раз в вариант. Второй вариант еще более простой. Когда вас идентифицировали, вам даже, может, на кассе, но это не касается ритейла, это больше в банковском обслуживании. Вас распознали, и у стойки, когда вы обслуживаетесь с менеджером, он уже видит, что вы тот, 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 и вам вероятность покупки автомобиля в кредит нового BMW гораздо выше, чем у остального. И он говорит, а вот если вы хотите купить новый BMW в салоне нашего партнера, вот мы вам дадим специальный кредит. Так это работает. Но пока еще, конечно, это не повсеместно. Пока это все на уровне экспериментальной. Крупнейшие сети не перешли на 100% на технологию распознавания лица. Но тренд есть, безусловно. Вот относительно последней ситуации, когда уже просканировали, поняли, что это топ, да, готов отдать много денег. А на поведенческую модель это влияет? Когда его встречают с чаем, кофе, выбегает менеджер? Или все-таки нет? Ну, во-первых, не так быстро не среагируешь. То есть это происходит, когда человеку узнали, допустим, если в банке, то, безусловно, реакция происходит через какое-то время. То есть не выбегает сразу менеджер по обслуживанию премиальных клиентов, если этот человек богатый, и начинает перед ним стелиться. Конечно, так вот не работает. Это работает немножко более плавнее. Когда вы приходите в банк, вы приходите со своей какой-то конкретной потребностью. Вас, в первую очередь, удовлетворяют эту потребность, а потом уже, зная ваш профиль, начинают с вами общаться согласно прописанным скриптам. И если бы вы были человеком с менее обеспеченным, вам, наверное, предложили в кредит. Если вы человек обеспеченный, вам, наверное, предложат вклад. Вот примерно в таком формате. То есть это не происходит перестройка за секунду. Пока еще нет. Но хотя вот сейчас, если мы говорим про реал-тайм маркетинг, так называемый, то вот последние новости, которые выходят, что вы, наконец-то, запустились щиты рекламные, которые анализируют трафик. Суть их в том, что на дороге стоит рекламный щит. Он электронный, экран это. И в нем предопределаны датчики, которые анализируют владельцев мобильных телефонов. Значит, узнают, какой телефон. Седьмой айфон, пятый айфон, старый самсунг. И на основании этого делают прогностическую модель. Богатые люди приезжают здесь, проходят в данную секунду, либо менее обеспеченные. И привязывают эти данные к показу рекламы. Соответственно, разная реклама показывается. И такой же подход сейчас начали использовать в аэропортах. То есть камеры, которые изначально предназначены для безопасности, они, конечно же, оставляют за собой функцию слежения, чтобы ничего плохого не случилось. Но они также анализируют лица, анализируют трафик и передают информацию на рекламные блоки, панели, которые, соответственно, тоже показывают таргетированную рекламу. А как вы считаете, по поводу частной жизни уже начали говорить, по поводу правеси, все-таки, когда вот с тех же самых камер заклеивать, все-таки это нарушает частную жизнь и каким-то образом закон о персональных данных? Нет, что две разные вещи. Хорошо, давайте, да, частную жизнь нарушает? Частную жизнь... И в каких случаях? Если нарушает, то в каких случаях? Частную жизнь... Так, давайте, как-то заходим. Многие считают, что повсеместное око большого брата лишают их права на частную жизнь. Отчасти это правда, да, безусловно. Но понятие частная жизнь, она очень сейчас эфемерная. Когда-то и показывать свои фотографии незнакомому человеку, это было сумасшествие, да. Сейчас у нас в друзьях тысячи людей, из них мы знаем, дай бог, 50, а 950 человек видит наши фотографии, не знает, кто мы такие. Мы абсолютно к этому нормальному относимся. Поэтому само понятие частная жизнь трансформируется. Наверное, самое правильное сказать, что это, наверное, самая правильная формулировка нарушения границ частной жизни, это связано со свободой воли, с доброй волей. Вот если я не хочу, чтобы меня видели, а меня видят, вот это нарушение частной жизни. И, к сожалению, здесь система не работает так, что если ты не хочешь, все замораживается и тебя не трогают. Нет, к сожалению, продолжается эта работа и даже без вашего ведома. Поэтому люди, которые озадачены максимально скрыть о себе информацию, им становится все более тяжелее, потому что мир вокруг заставляет их, как то есть термин, становиться прозрачными. Очень дурацкий термин, но это заставляет нас. Но, что я могу сказать однозначно, поведение, поведенческая психология... Но, что я могу сказать однозначно, поведенческая психология учит нас, что, несмотря на всю силу основного тренда, всегда появляется реакционная деятельность. Если сейчас тренд на прозрачность, значит где-то появится тренд на скрытность. Если где-то глобализация, значит где-то сразу начинается регионализация. Если где-то светское государство, значит где-то появляется религиозное. Вот в технологиях все то же самое. Чем больше общество заставляют быть открытым, тем сильнее внутри человека зреет его желание закрываться. Назовите это как хотите. Фрейд называл это «я и оно». Сознательное общество заставляет нас быть прозрачными, наше бессознательное пытается это себя вскрыть. И поэтому сейчас расцвет различного рода торов, анонимизаторов и прочих технологий, позволяющих полностью стать серым для контроля и коммерческих служб, и государственных. Как вы считаете, допустим, в каждом магазине условно есть уже такая карточка на покупателя, что он там что купил, что просмотрел. Например, у автосалонов есть база своих клиентов. Могут ли автосалоны продавать свою базу или продавать, например, продавцам шин? Как это связано? Ну вот, значит, передача личных данных в России запрещена. На Западе это делается вполне открыто. В России запрещено передавать персональные данные, передавать и продавать. Но что такое персональные данные? Это имя, фамилия, отчество, паспортные данные и еще ряд идентификаторов. Как с этим справляются компании, как обходят? Они вместо конкретных имя-фамилий вводят идентификатор. Допустим, вместо Пети Иванов XXX ставят. Но все остальные данные, привязанные к его профайлу, передают. И можно расшифровать этого XXX обратным путем. То есть, если у вас человек совпадает с этими данными, значит, это Петя Иванов. Грубо говоря, так и тем пользуется. Понятно, это интересно. Так, а скажите по поводу того, вывод такой общий. Когда идет такая таргетированная реклама, да, скажем, обслуживание конкретно, направленное на тебя, все-таки клиент тратил больше денег? Безусловно. Известный пример ВКонтакте. Молодой человек, используя таргетированную рекламу, пригласил девушку на свидание. То есть, он так таргетировал ей послание, что пришло практически ей одно. И она, безусловно, пошла на свидание. И это отличная визуализация того, как работает маркетинг. Когда вам делают предложение исключительно под ваш профайл, у вас, конечно же, остается меньше шансов отказать. И вы тратите больше. Почему? Потому что вы реагируете на раздражение, на триггеры внешние. У вас просыпается не внутренняя потребность, которую вы хотели бы удовлетворить. Вы даже об этом не думали. Вы бы никогда не потратили на это деньги, потому что все время, может быть, откладывали. Или не считали это настолько важным, чтобы соединяться прямо здесь и сейчас. Но они, зная ваше поведение, в тот момент вас уколят, что вы не сможете отказаться. Коментарно, у большого количества людей есть желание сменить сотового оператора. Ну, всем что-то недовольно. По статистике, по-моему, 8% людей, как минимум, недовольные своим сотовым оператором, и с удовольствием его сменили. Но сменить симку – это что? Это пойти в отделение, взять паспорт, это неудобно. А если бы вам предложили сменить симку, не выходя из дома, в тот момент, когда вам пришел неоправданно большой счет, сколько бы людей воспользовались бы этим? Да практически все. Вот именно так и работает таргетинговая реклама. Находится триггер, который актуализирует потребность. И прямо в эту же секунду человеку приходят предложения с минимальным количеством трудностей и препятствий, которые ему надо совершить для приобретения этого предложения. Почему? Потому что доказано, что человеком движет не мотивация, не только мотивация, но и два других фактора. Это простота действия и отсутствие барьеров к нему. Самый простой пример, почему у нас у всех есть мотивация иметь красивое тело и ходить в спортзал. Но ходит минимум людей, потому что для этого нужно сделать тяжелый шаг. Это трудно затратное действие. А во-вторых, это барьер. Надо пойти и записаться, столько усилий нужно себя заставить. Поэтому не совершается. Сам тоже второй пример. Все понимают, что кушать в Макдональдсе плохо. Ни у кого нет мотивации кушать в Макдональдсе. Но все продолжают. Это до сих пор в десятку крупнейших компаний мира уходит. И все понимают, что надо питаться здоровой пищей, но мало кто ходит в ресторан. Почему? Да потому что все то же самое. Действие очень простое. Мы знаем, что нас там ждет. Никаких не будет для нас неожиданностей. Мы прямо можем нарисовать свое поведение внутри Макдональдса с закрытыми глазами. И нет никакого барьера. Нам даже из машины выходить не надо часто. То есть опять-таки действие простое, а барьеров нет. В ресторан надо пойти, надо иногда бронировать, иногда не знаешь, где перепарковаться и так далее. Миллион дел, и ты не знаешь до конца, если это новый ресторан редкий, они там новое меню вводят. Не знаешь, какой там опыт получить. Вот та же суть во всем таргетингом поведения. Упростить. Давайте про новинки какие-то вот прям бомбовые в диджитале. Блин, я не могу рассказать, мне все запрещено рассказывать. Что я знаю. Ну, допустим, производитель таблеток против гриппа. Не буду называть бренд. Как они использовали Big Data? Они увидели, что, очевидную вещь, что спрос на эти таблетки возрастает, когда у людей начинается эпидемия. В стране, в регионе эпидемия начинается, когда резкое похолодание. Что они сделали? Они начали в данном регионе показывать таргетинговую рекламу за пару-тройку дней до того, как по прогнозу из метео или других служб в данном регионе будет резкое похолодание. Ну, это зимнее либо осеннее. То есть, предшествовали спросу, который так и так должен рождаться, дополнительной рекламой. И, если не ошибаюсь, это увеличило их конверсию на 40%. Если бы вы могли сейчас пофантазировать вообще ваши мысли, в дальнейшем какие новые сервисы будут использоваться? Вообще, как будет распространяться реклама? Смотрите, в дальнейшем два тренда. Первый – это продолжение использовать Big Data, но Big Data не дает ответов на вопрос «почему». Big Data выявляет поведенческие модели, но не отвечает, почему человек ведет себя так, не отвечает на вопрос «что влияет на поведение человека?». На этот вопрос отвечает вторая часть. Это поведенческая экономика или психология принятия решений. Наука, которая объединила в себе кросс-функциональные знания с биологией, социологией, экономикой в части «как человек принимает решения». И вот объединяя эти два подхода, и будет развиваться рекламная отрасль. То есть, маркетологи и бизнесмены начинают изучать поведенческую экономику. И уже она учит бизнес, как влиять на принятие того или иного решения потребителям. Появляется новый вид дизайна, так называемый контекстуальный дизайн. Когда предприниматели рисуют, создают такую среду, которая человека самого подталкивает к совершению того или иного действия. Самый простой пример, как, допустим, в Лондоне повысили потребление овощей в магазине. Было два подхода. Первый, классический, повесили плакаты с информацией «покупайте больше овощей», «питайтесь более здоровой пищей». И второй, поведенческий, то есть через контекстуальный дизайн. Тележки, в которых люди ходят в магазин, сделали отсек для овощей. Просто огородили кусочек и написали «это место для овощей». В первом случае, где работали плакаты, потребление овощей выросло на 4%. В том случае, где изменились дизайн среды, потреблять овощи стали на 112% больше. А что касается защиты, кроме того, как вот наклеить, заклеить камеру, какие-то еще смыслы? Или это вообще такой, да-да-да, процесс уже, что называется, неопроченный? Объясню, да, объясню. Можете продолжать. Так мы перебивки снимаем? Да. Ну, мне интересно. Ну, таких инструментов, что вот типа вот как защититься здесь, здесь и здесь, нет. Есть общий подход. Знай, что постоянно тобой движут два вида поведения, как я уже говорил. Это первое, преследуешь свою цель, второе, реагируешь на какой-то триггер. Вот всегда надо отуплять, что, значит, тобой движет сейчас. Действительно, твой мотив, либо ты уже начинаешь реагировать на ту информацию, которую тебе дают. Самый простой пример, значит, ты выбираешь машину. Ты выбираешь машину, у тебя есть определенные характеристики, не знаю, там, мощность двигателя, год, пробег, стоимость, да, там, цвет, может быть, какого-то марка. Но когда ты дальше начинаешь погружаться в выбор, ты начинаешь думать, ага, здесь такая-то комплектация, здесь такие-то коврики входят, здесь вот такая-то строчка, здесь вот такой кожзам. Здесь вот этих критериев не было на момент того, когда ты хотел купить машину. Ты эти критерии вводишь дополнительно, только исключительно потому, что о них заявляет продавец. И он говорит, обрати внимание, здесь это, здесь это. То есть уводит твое внимание и твой первичный позыв в абсолютно другую сторону. Вот так работает, по сути, сейчас весь маркетинг. И онлайн, ты заходишь, не знаю, в Facebook для того, чтобы найти друга какой-то пост. И через 20 минут ты смотришь, что ты уже проверяешь свои оповещения какие-то, ты уже какие-то другие вещи делаешь, реагируешь на ту информацию, которая тебе там дается. В рекламе так постоянно, то есть уводит внимание. Не знаю, ты хочешь, чтобы дети у тебя не плакали, а там, потому что, чтобы им было хорошо. А реклама висит, типа, дети будут молчать, ты сможешь отдохнуть, переводят внимание детей на себя, ну и так далее. То есть подменяет твои истинные потребности на реакцию на события, на триггер, который они дают. Может, если я не права, можете меня поправить. Но мне кажется, есть как раз наоборот теория, когда просчитывают твое логическое поведение, и, грубо говоря, от этого тоже выстраивают маркетинг. Ты думаешь, что ты действуешь как-то, ну, логически, понятное дело, что там сейчас, да, там, грубо говоря, самые дорогие товары кладут на уровне глаз, там, вот, какие-то, вот, наоборот, отобратные. Если люди сейчас это узнают, как-то есть какие-то ходы отобратные? Ну, нет, логического поведения в принципе нет, это иллюзия самая главная. Мозг – это та часть, тот орган, в котором мы думаем, что думаем. Вот, вот тут фразы, вы можете слоганов сделать. Мозг – это та часть тела, в котором мы думаем, что думаем. У нас всегда, вот, иррациональное поведение, то есть реакция на триггеры, которые мы не осознаем, внутренний, внешний, хорошенький, нам могут средой создать плохое настроение, и мы поведем себя абсолютно по-другому, чем мы изначально планировали себя вести. То есть вот реакция на триггеры, внутренний и внешний, внутреннее – это чувство, внешнее – это среда, это 99% нашего поведения. Но маркетологи что делают? Маркетологи используют модели поведения. Если 99% смотрят, значит, не опускают, не поднимают глаза наверх, не опускают вниз и смотрят только посередине, на полке, значит, туда они поставят тот товар, который хотят продать. Какой они хотят продать, туда и поставят. Дорогой, дешевый, неважно, какой хотят. Если они видят, что люди начали уже, как бы, зная эту фишку, начали себя вести по-другому, их модель изменилась, то они подстроят свое предложение под эту модель. То есть тут не вопрос логики, тут вопрос массового поведения модели, которые есть. Но это, то есть анализирует опыт текущий. Ну а есть, ну как бы, плюс к этому можно анализировать не только опыт конкретного человека, а всю эволюционную психологию, так называется, эволюционную психологию. Элементарно, мы на все смотрим боковым зрением. Вот мы фокусируемся только там на 3% информации, остальное мы видим боковым зрением. Это все люди так. Поэтому все упаковки и бренды крутые, они используют такие, чтобы мы узнавали боковым зрением. Я посажу, с тобой в камере запишем. Самое главное, как бы, это понимать, что не ты принимаешь решения, в большинстве случаев, и начинать искать те факторы, которые на тебя повлияли. Вот когда ты берешь в основу, что я не принимаю решения, потребительского в частности, что я совершаю только то, что вот меня подталкивают, начинаешь смотреть, чем тебя подталкивают. Ты когда ты это находишь, ты понимаешь, ага, вот, допустим, я покупал домик в деревне все время. Какого черта я его покупаю? Я считаю, что самое лучшее молоко? Нет. У меня спросили, самое лучшее молоко какое? Я не скажу, домик в деревне. Почему еще большая, ну, сейчас кризис исследований, почему я востребованный специалист? Потому что в исследованиях они скажут, что я покупаю самое лучшее молоко, для меня важно натуральность, я иду покупать домик в деревне, потому что не знаю почему. А его очень просто я посмотрел, потому что дистрибуция завалит. Потому что в той, значит, парадигме, о которой я говорил, легкость и отсутствие барьеров. Вот купить домик в деревне нет никакого барьера. Ты куда руку не высунешь в магазине, у тебя рука попадет на домик в деревне. Кефир, молоко, либо что-то. Дистрибуция давится домиком в деревне. Тебе нужно постараться, чтобы купить не домик в деревне. Я сейчас принципиально покупаю не домик в деревне. И я парюсь. Мне приходится искать что-то другое. И вот такие фишки они скрываются. Здесь это дистрибуция. Где-то простота действия. Не отсутствие барьеров, а простота действия. Ну, не знаю. Купить... Почему интернет-банки платежи свои... Ну, как называется это? Автоплатежи продвигают. Потому что тебе снимают всякая необходимость что-то делать. Делал автоплатеж и забыл. У человека чувство затрат не только деньги, а трудозатрат. Да, трудозатраты гораздо больше он оценивает как боль. Может быть, само действие стоит 5 копеек, как симка. Она 500 рублей стоит. Ну да? Там даже, может, ничего не стоит. Там все на счету лежит. Но вот это действие, это очень для них большие затраты, трудозатраты. Поэтому они приоритизируют, считают, что купить симку – это большая главная боль. Вот, кстати, про карты. У вас карта какая, с ней секрет? Платежная? Да, в первом, в Тинькофф. У меня была Альфа, я пришел до Тинькофф, но мне Тинькофф крайне… Ну, сейчас… Не нравится? Ну, мне нравилось, но пополнять невозможно, снимать невозможно. И как бы облом. Я, наверное, обратно на Альфу перейду. А, все-таки так. Ну да. Потому что вот, ну, у меня нет понимания, где банкомат Тинькофф. Меня это очень сильно обламывает. В Альфу я знаю. Я их 99% времени, когда мне не нужно снять карточку, я боковым зрением цепляю банкоматы и знаю, где они. И когда мне нужно снять деньги, я как бы чудесным образом оказываюсь около банкомата. И это происходит не чудесным естественным образом. Это мое, как бы, ну, бессознательное меня туда приводит. И я такой, ага, надо снять деньги. А у Тинькоффа я в принципе не знаю, где снять. И в 99% времени у меня не накапливается информация банкомата. И только в тот момент, когда мне нужно снять или положить, я захожу в приложение и всегда я нахожусь далеко от того места, где положить надо. Потому что, ну, вот контекстуально я туда не подходил. Мне не надо. Мне даже пройти 300 метров уже неудобно. И это убивает. Я просто, ну, принципиально хотел использовать только одну карточку, а не 25, как там сейчас принято у всех. Но, как бы, для Тинькоффа это вторая карточка. Вот если есть вторая, то нормально. Просто я к тому, что про Тинькоффа вообще сейчас наоборот. Все прям, такой бум начался. То, что давайте Тинькофф, очень удобно, кэшбэки, все дела. Такого ни у кого нет. Нет, ну, это, во-первых, это, наверное, бум уже прошел, и сейчас какой-то такой, этот, хайк. Во-первых, кэшбэки у Альфы такие же. У Тинькоффа единственное преимущество, у него перевод по карточкам, если она, там, в системе, 30 тысяч, по-моему. Ну, у всех по-разному, тут лимит бесплатный, по карточкам можно 30 тысяч. Вот это его абсолютное преимущество перед всеми. То есть я своей карточкой тебе могу переслать, даже не будучи клиентом Тинькоффа, просто с его маркетплейса без процентов. Вот это круто. И я могу к Тинькоффскому мобильному банку подвязать свою Альфовскую карточку и с нее перекидывать, допустим, тебе на ВТБ, опять-таки, без процентов, потому что я это делаю с Тинькоффского интернет-банка. И вот это его самое крутое преимущество. По поводу общей вывода, понятное дело, что вы знаете, да, все эти примочки, все равно, приходя в магазин, даже, не знаю, покупая машину условно, но что же действует? Что-то впаривает или нет? Или вот конкретно вам невозможно же, да? Нет, нет, всем возможно, и самая большая ошибка, и самые любимые маркетологи мы людьми, люди, это те, которые считаются абсолютно рациональными, и которым никак невозможно воздействовать. Это самые простые, на которые тебе воздействовать можно, потому что рациональность, она часто бывает, ну, как бы, абсолютно нерациональна. То есть, это те ощущения, что я тут сэкономил. Вот самое дорогое чувство для человека, которое дорого себя обходит, это желание сэкономить. Это, ну, раньше это присказки были, да, сейчас это однозначно факт. Когда ты идешь с мыслью потратить тысячу рублей, но твое желание преобладает, и ты видишь хорошее предложение, ты тратишь полторы тысячи рублей. И человек относится к деньгам исключительно как к чему-то пропорционально, относительному. То есть, он, вот, для квартиры, там, сэкономить, не знаю, там, 200 тысяч, это так себе, там, да? А на компьютере сэкономить 5 тысяч, это уже хорошо, да? То есть, ну, вот так вот это отношение полностью губит человеческие, ну, личные финансы. К деньгам надо относиться как к чему-то натуральному. 5 тысяч – это 5 тысяч, даже если это скидка на квартиру, даже если это скидка на авто, даже скидка на телефон. Но вот те люди, которые приоритизируют цену и ведутся на скидки, они именно относятся к скидкам как к чему-то пропорциональному, как к относительному увеличению. И таких людей разводить очень легко. Интересно. Спасибо. Ну, вот, ну, да. Просто есть, можно отдельно посвятить программу, это очень интересная программа, это вот Dark Pattern. Это как делается? Мы берем компьютер, берем съемку экрана, то есть, большее время, лазим по сайтам, заранее подготовленным, и показываем, что вот здесь уловка, вот здесь уловка, вот здесь уловка. Я вот вам переслал 8 примеров. Вообще есть сайт Dark Patterns. По-моему, какой-то кон там или еще что-то. Там их список, и можно российский поискать. И поэтому наиболее наглядно показывать, как вас тут именно, это называется, контекстуальный дизайн, то есть дизайн среды, там может быть, ну, не быть что-то такого однозначного, но вот цвет, не знаю, там, выдача, еще что-то влияет на то, что ты совершаешь вот это действие. Там элементарно, кнопка Call to Action, да, там, купить, если она каждый раз написана немножко по-другому, немножко разного цвета, да, она в большей степени работает, чем одна и та же кнопка. И вот таких можно указать, тут много вещей. Все, я понимаю, посмотрю обязательно, письмо почитаю. Спасибо.